Здравствуйте, уважаемые друзья! Под осенний сезон ролик у нас посвященный форелевым удилищам. Сегодня у нас на обзоре относительно бюджетные, но очень качественные в исполнении и от этого востребованные, которые выполняют свою функцию на 100% удилища от Prodigit Rout. Всего серия насчитывает в себе 6 удилищ. Первую, самую верхнюю и последнюю мы не заказываем, как и по Ambit Rout, потому что она не очень ходовая людям для других целей, для ловли с лодки. Она необходима форелям. У нас, как правило, форель с лодки редко ловит, ну и так далее. Значит, у нас сегодня на обзоре 3 модельки. Я хотел взять 4, но, к сожалению, ее пока нет на складе, а ждать, приедет она в это время, дайм, сейчас осенью, либо не приедет, неизвестно. Поэтому просто люди могут остаться вообще без обзора. Поэтому снимаем на то, что есть. Из них 2, вот прям самых ходовых, а то и даже 3. Значит, удилища все маркируются по номерам. Каждому номеру соответствует длина и тест. Они разные. Вот у нас, начнем с того, что у нас вот цифра 2 у меня в руках, она длиной 3,90 с тестом 2,6 грамм. Следующая моделька номер 4, 6,12 грамм тест, 4,15 длина общая. Ну и пятерка, которая очень востребована, 8,15 тест, 4,20 длина общая. Значит, удилища чем хороши? Их можно прекрасно использовать как с бомбардой для ловли форели, так и для ловли поплавком. То есть, как в виде мочевки, либо, как некоторые любят баллонскую снасть, да, из катушки с затянутым фрикционом, на нее ловить там карпы или форели. А когда вдруг там амортизация самого удилища не справляется, с рывками рыбы уже ослабляют фрикцион. Но вот как кому, тем не менее, я сказал, что вот три варианта исполнения возможны. Точность также я знаю людей, кто приспособился очень быстро переходить на с одной снасти, условно, не меняя эту снасть, да, не меняя эту удочку, использовать ее в разных видах, да. И они ставят сюда основную, это плетню, 6 метров шок-лидера из монолески. Сначала ловят на бомбарду, допустим, либо утром ловят поплавком, когда форель подходит близко к берегу, в виде, да, дальше тут же наступает там день, солнышко выходит и так далее. Форель уходит чуть дальше от берега, уже берет на бомбарду, и точно так же просто быстро перевязывается снасть, снимается оснастка поплавочная, и вяжется петля, ставится бомбарда, да, и так далее. И, в общем, это же удилище через 3-5 минут готово для ловли бомбардой. Поэтому, действительно, универсал полнейший, действительно, качественный. Амбра Траут, вторая серия, ее чуть выше уровнем, потому что она, в общем-то, там идут кольца Сигайт стоят, здесь колечки простые, попроще, но, тем не менее, по надежности, и та, и другая, очень, вполне себе удовольствуемы, очень даже, скажем так, никаких косяков здесь не встречается, так, чтобы кто-то поломки какие-то на рыбе, на форели, тоже не слышал я такого. Ее используют и на карпа, кстати говоря, точность так же. Некоторые ловят даже на блесну ей, то есть пледню, ну, там, тончайшую ставят, потолще шок-лидер из флюрокарбона, для того, чтобы этот флюр, он был более тяжелый, он помогает более легкие блесенки улетать подальше. И вот на нее ловят даже на блесна форель. Значит, катушка-держатель колмик надежный, да, то есть бегунок вопросов никаких не вызывает здесь. Сюда входят катушки от 1000 до, по большому счету, 3500, но 3500 нет смысла сюда никакого ставить, и 4000 тем более, поэтому оптимально 2-2,5 тысячи, 3000 катушку, и вот будет то, что надо. Дальше, материал бланка, карбон высокомодульный, приятная пробочка такая здесь, с дыркой внутри для слива воды. Что важно, хлыст. Обратите внимание, кто зловит маховыми удилищами, тот знает, что такое спортивный привитой хлыстик. Вот здесь он, то есть часть его полая, да, это полый хлыст, часть дальше в него идет вклейка солидного хлыста, и он уже работает как амортизатор, прогибается, его можно чуть ли не узел завязать, при том, эти хлыстики, они здесь прочнее, чем на махалках, поэтому, потому что форель все-таки мощная, есть крупная рыба. А для того, чтобы все это не сломалось, в комплекте идут тюльпан и два разгрузочных кольца. На модельке сразу скажу, посмотрите обзор, амбо-трау, там их четыре разгрузочных кольца, это лучше, конечно, но амброй подороже чуть стоит, то есть, но, как правило, скажем так, даже двух колец хватает, сейчас форелевый сезон, люди ловят очень активно, у нас разбирают их просто вот, 90% продаж, это форелевые удочки, поэтому посмотрите, я вам сразу рекомендую, я знаю форелевые удилища разных, абсолютно фирм, многих, и у меня там их достаточное количество, и половил я, но вот от колмика, амбра-трау, для меня это лидер, да, и продать же это я бы поставил, наверное, на второе место, по именно форелевым палочкам, по форелевым удилищам. Ну, давайте тогда транспорт, да, защищен, защищены кольца, вот таким прочным, мощным чехлом, ничего с ним, он очень миниатюрный, но защищает прекрасно все, дальше по транспортной длине, давайте я вам померю, они все по большому счету одинаковые, 130, 129, 130 сантиметров у всех, значит, диаметр бланка у цифры 2, вот здесь такой вот дизайн, очень интересный, здесь вот толстенько, для того, чтобы приятно в руках было держать, да, а дальше идет вот здесь вот место, уже такая юбка, сужение резкого, поэтому, скажем так, с моей точки зрения, это не очень в правильной мере диаметр здесь, потому что вот этот переход, он очень большой, то есть это не доказательство того, что диаметр большой, значит, там дешевый уголь, нет, уголь здесь подешевле, чем у амбры, конечно, да, но тем не менее, его абсолютно достаточно для того, чтобы удочка была хорошо сбалансированной, относительно легкой, тонкой в бланке, да, амортизировала хорошо, то есть это не 9-метровое удилище, поэтому здесь это все подходит, и оно отрабатывает на все 100%, ну давайте я вот тогда перед комлем, вот измерю такой диаметр, значит, у двушки диаметр 16, у четверки, ну тройки у нас нет, как я сказал, и неизвестно будет ли вообще в России она, значит, 17,5, и у пятерки 18,5, ну и вес, многих интересует вес, еще раз повторяюсь, двушка, 2,6 тест, длина 3,90, 139 грамм вес, у четверки 4,15 длина, 6,12 тест, 165 грамм, и у пятерки 8,15 тест, 4,20 длина, 170 грамм, вроде бы все сказал, давайте раскладывать, разложили удилище, значит, первое, самое легкое, цифра 2 у нас, 2,6, 3,90 длина, очень легко в руках лежит, такой приятный, очень посылистый строй, ну смотрите, она не колбаса, она там не гуляет, да, она сразу вот в положение свое встает, ну и хорошо будет бросать, в рамках своего теста, не нужно ее перегружать, очень вот ее берут, кстати, эту двушечку, да, именно на, ну скажем так, кто хочет ее использовать, в виде спиннинга даже, да, чтобы какие-то там воблерочки им бросать, она тоже бросает, видите, она такая очень посылистая, видите, еле-еле, ну давайте нагружаем, вот смотрите, показываю свою руку, чтобы полностью вы видели, еле-еле на самом деле мы дергаем, смотрите, какая амортизация уже, ну давайте посильнее немножко, Константин Михайлович натянет, о, ага, то есть запас есть, амортизация прекрасная, никаких вопросов, нет, кстати говоря, и к качеству изготовления вопросов нет тоже, ну смотрите, тоже по бланку, по кольцам, так, здесь у нас четверка, 6-12, тест 4-15 длина, ну уже побыстрее, чуть-чуть палочкой, видно уже, строй тот же, да, ну именно за счет теста, она уже такая, по собраней, ну давайте нагружаем, да, отлично амортизирует, и бросать будет, амортизировать, очень замечательно, так, ну и следующее, это у нас цифра 5, 4-20 длина, 8-15 тест, собранная очень палочка, видите, но при этом амортизация прекрасная, нагружаем, еще раз повторюсь, перегружать не нужно эти удилища, берите вот только для тех целей, которые вам нужны, ну отлично, разложили, посмотрели, приятное удилище, восхищаться больше не буду, поэтому каждый сам оценит, мой совет берите, я говорю честно, все кто смотрит мои уже десятки роликов, да, на канале, редко я что-то там хвалю, что-то, да, вот самый хвалебный отзыв, наверное, ролик по Трауту, Амбо Траут, Продиджи на втором месте, я бы поставил по Форели, да, и за счет своей универсальности, и за счет низкой цены, цена действительно небольшая на нее, и за счет надежности, за счет характеристик, действительно, палочка очень достойная, поэтому заказывайте, имейте в виду, что вы будете, у вас будет всегда поддержка запасными частями, до двух штук в год, если вы подписчик, на страничке в социальных сетях магазина Мультифиш, это ВКонтакте, Телеграм, Ютуб канал, Рутиюк, Инстаграм, Фейсбук, если вы удилище покупали у нас, и сломали его даже по своей неосторожности, либо там кто-то вам его сломал, то мы вам предоставим две запчасти в год, в период действия акции, первое, второе, бессрочная гарантия от магазина, на заводской брак, на весь срок службы удилища, купленного у нас, третье, в ремонт, если вы принесете свою какую-то удочку, спиннинг, что угодно, да, мы его отремонтируем, и дадим вам тоже бессрочную гарантию, пожизненную, и на весь срок службы, на место ремонта, сервис у нас более 20 лет, мастер один и тот же, не меняется, опыт огромный, и люди висут со всей России нам удилище, поэтому, и минус этого только один, потому что срок изготовления, и срок ремонта у нас недели-две, но зато вы получаете качественное удилище, зима впереди, никто не подгоняет, поэтому сдавайте в ремонт, у кого что есть, магазин Multifish, менеджеры примут, подвозите, Волгоградский проспект 1, строение 1, но мы можем, возможно, переехать, поэтому смотрите, обязательно телефон, и телефон, я надеюсь, не изменится, сайт тоже, значит, по чехлу, вот такой вот, чехол в стиле, ярком стиле продиджи, как название, такой и чехольчик, но приятный, действительно, чехол, голубенький, с оранжевеньким, простейший, то есть, фактически, ничего не стоящий, чехол, я имею в виду, в плане финансов, и это и хорошо, потому что, люди лишний раз, не будут платить, за тряпку деньги, пускай платят, действительно, только за качественное удилище, в общем, на сегодня все, всего вам доброго, ловите форель, заказывайте удилище, и до новых встреч, до новых встреч, и до новых встреч,